Здравствуйте! В эфире программа «Наша тема» в студии Александра Платонова. Новочебоксарск – спортивный город, где здоровительному движению уделяется большое внимание. Именно поэтому сегодня гостем в нашей студии стала Ольга Николаевна Иванова, одна из первых, кто начал пропагандировать здоровый образ жизни и в нашем городе стояла у истоков оздоровительного фитнес-движения – ритмическая гимнастика, аэробика и шейпинг. Ольга Николаевна является региональным представителем Международной Федерации Шейпинга, заслуженным работником физической культуры и спорта Чувашской Республики и руководителем фитнес-центра Академия Спорта. Ольга Николаевна, здравствуйте! Здравствуйте! Ну и сразу первый вопрос. С чего все началось? Как вы пришли в профессию? На определенном этапе мне очень понравилось направление шейпинг. В то время Федерация Шейпинга России проводила конкурсы по шейпингу. И мне очень захотелось провести такое же шоу в нашем городе. И принести шейпинг в наш город, чтобы он был доступен, ну и приносил пользу. Скажите, а сколько всего проводилось таких конкурсов? И есть ли среди конкурсантов те, кто продолжает ваше дело и действительно любят и несут в массы, как говорится, шейпинг-индустрию, этот вид спорта? Ну, конкурсов всего было 10. И, конечно, многие участницы конкурсов, имея такой огромный опыт, сегодня являются инструкторами, но не только шейпинга, но и разных направлений фитнеса. Вот вы говорите про разные направления фитнеса, а какие сейчас существуют модные направления? Ой, сейчас очень много модных направлений фитнеса. В нашем только фитнес-центре Академия спорта их существует 15. Самое главное, чтобы они приносили пользу. Ольга Николаевна, скажите, вот человек для себя решил, что он имеет избыточный вес и приходит к вам в Академию. С чего все начинается, вот когда он только открывает двери вашего заведения? Ну, я думаю, начинается с того, что необходимо выбрать, какое направление человек будет посещать. Кому-то ведь нравятся активные направления, активно подвигаться под энергичную музыку. Кому-то важны эмоции, в этом помогает, предположим, музыка и очень энергичный тренер. Кому-то нужно более спокойное направление, спокойная музыка, порастягиваться, выбирает пилатес, колонетик, йога или стретчинг. Кому-то нужна силовая нагрузка, функциональный тренер. Кто-то выбирает тенажерный зал, кто-то выбирает конкретного тренера, кто-то выбирает направление с учетом своего состояния здоровья. Сейчас очень многие собой занимаются, и мужчины, и женщины, и люди разного возраста, молодежь, подростки. Вот, кстати говоря, о подростках. Я знаю, что в вашем фитнес-центре вы проводите занятия для подростков, и в том числе ездили с ними в лагерь Артек. Вот расскажите об этом поподробнее. Ну, поскольку я являюсь специалистом в области шейпинга, в шейпинге очень много технологий. Одна из технологий – это шейпинг-юни, шейпинг для подростков и детей. Второй год подряд мы участвуем в фестивале неолимпийских национальных видов спорта. Поскольку шейпинг-продукт российский, изобретен в России, мы представляли на этом фестивале шейпинг. С детьми, которые занимались шейпингом в фитнес-центре Академии спорта. Проводили там мастер-классы, отдыхали. Сейчас проводите еще Дни открытых дверей для подростков? Для школьников нашего города мы проводим Дни открытых дверей, проводим мастер-классы, показываем наши направления, проводим с ними занятия. Стараемся пропагандировать дорогу раз жизни, приобщать подростков к физическим нагрузкам, к спорту. У нас с вами было два сезона проекта Академия красоты, где наши прекрасные дамы становились еще лучше и краше. Вот расскажите еще о впечатлениях об этом проекте. Вообще для чего он, какие у вас личные эмоции вызывает этот проект и планируется ли еще? Мы провели совместно с Новочебоксарским кабельным телевидением два проекта Академия красоты. В нем участвовали жительницы нашего города, желающие. И цель проекта была показать, на что мы способны, показать результат. Единственное, что приходилось это делать в ускоренном, быстром темпе, потому что шли с темки, нужно было показать, и мы это делали очень быстро. То есть килограммы были ощутимые, что на практике не рекомендуется. То есть должно было полномерное, спокойное снижение веса в идеале. А планируется еще? Конечно, мы планируем в ближайшее время, обдумываем сейчас концепцию, идеи. Ну что же, на самом деле радует то, что вы так активно работаете с населением, и подростки задействованы, и люди зрелого возраста. И просто обычные женщины, которые являются жителями нашего города и с удовольствием приходят на наши совместные с вами проекты. Ну и в том числе, не в том числе, а в первую очередь к вам в Академию спорта. Ольга Николаевна, самый простой житейский вопрос, когда вот женщина вдруг понимает, что ей нужно сбросить вес. Она приходит к вам в Академию спорта и говорит, помогите, что делать, я хочу снизить свой вес. И минус 15 килограмм, еще и может быть сроки установила, там вот за месяц мне, там за два. Каких рекомендаций следует придерживаться прежде всего? Для эффективного снижения веса необходимо выяснить причину лишнего веса. Ведь лишний вес – это лишь следствие. А проблема в том, что по тем или иным причинам мы переедаем или съедаем больше, чем необходимо нашему организму. Либо есть проблемы со здоровьем. И поэтому возникает два вопроса. В чем причина лишнего веса? И второе, что необходимо сделать, чтобы это изменить? Ну вот, Ольга Николаевна, допустим, выяснили причину набора веса. Дальше, какой следующий шаг? Как нужно сбрасывать вес, как его снижать? Какие будут рекомендации общие, может быть, какие-то? Моя задача как тренера – дать правильную, грамотную информацию, суметь убедить и помочь преодолеть себя и выработать новые пищевые привычки. Ольга Николаевна, скажите, правда, самое сложное – это прийти, то есть начать заниматься, переступить порог фитнес-центра? Согласна, сложно. Все этапы сложны. Первый этап – начать. Второй этап – сам процесс снижения веса. И третий этап, не менее легкий, тоже сложный – это удержать результаты, полученные в процессе снижения веса. Вот, кстати, по поводу удержания веса. Ведь человек по природе своей склонен к тому, что может запросто в голове своей изменить пищевое поведение, по-русски говоря, сорваться. То есть вот когда у него выработана система питания, когда он ходит, занимается в спортзал, и тут какое-то событие в его жизни происходит, и он срывается, и у него программа сбивается, и он снова начинает набирать. Как от этого уберечься? Все люди срываются. Мы так устроены природой, что склонны к удовольствиям. А для многих людей еда – это радость и удовольствие. Есть даже такая народная пословица – скуп человек до усилий и жаден до удовольствия. Поэтому в наше время, когда мы переживаем, расстраиваемся, устаем, напрягаемся, и нам нужно это компенсировать, то мы что делаем? Самое простое. Идем в холодильник и доставляем своему организму и себе удовольствие. Игорь Николаев, скажите, вот человек сорвался, съел кусочек торта. Он ведь очень вредный. Как ему потом бороться с чувством вины и, прежде всего, с лишними калориями? Как быть? Ну, дело ведь в количестве. Можно съесть огромный торт, а можно съесть небольшой кусочек торта. Это раз. А во-вторых, пойти и отработать эти калории в фитнес-центр, например. Ольга Николаевна, скажите, как удается вам лично сохранять такую прекрасную форму и так прекрасно выглядеть? Я сама соблюдаю все те рекомендации, которые даю своим клиентам. Ну, а в чем вообще секрет успеха у вас как профессионала, как руководителя фитнес-центра? У каждого человека есть какие-то свои жизненные принципы и правила. И важно от них не отступать, не изменять им. Ну, а мне еще помогает в жизни моя интуиция. Всегда к ней прислушиваюсь. Ольга Николаевна, скажите, а есть какой-то девиз по жизни, с которым вы идете? Или, может быть, такой вот прям железный, стопроцентный принцип? Никто не отменял правила Бабиранга. И поступая с людьми так, как хочешь, поступали по отношению к тебе. Ну что же, на этой позитивной ноте я вас благодарю, Ольга Николаевна, за то, что вы нашли время, посетили нашу студию, ответили на наши вопросы. Ждем снова новых проектов, новых каких-то идей наших совместных. Будем снова рады вас видеть в нашей студии. Всего доброго. До следующих встреч. Всего доброго. До свидания. Ну, а с вами, дорогие телезрители, мы увидимся на следующей неделе. С вами была Александра Платонова. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»